Я ходила, воду наливала в бочку. Так, ну что ж, начинаю. Высадки. Лука пришла. Ветер. Что-то я думала, тут тепло у нас. Нет. Десять стоит погода. Десять. И вот такое вот небо. Солнце выходит, вроде бы так, знаете, тепло. И прячется опять холодно. Ну, а я уже решилась. Надо, значит, высаживать. Всё, хватит его. Держать тут он, он какой большой. Стригон опять растёт. Стригон опять растёт. Так что, сейчас я его быстренько посажу. Что-то я решила поперёк сделать. Вот не в длину, а поперёк. Нарезала таких борозд. А теперь надо... Лук сам берём. И ложкой аккуратно буду его вытаскивать отсюда. Мочку немножко надо ножничками подрезать, так как она слишком у него большая, я думаю. Вот она, гляньте, какая мочка. Сейчас я ножничками, даже рукой ему нужно отщипну и буду уже сажать. Уже гляньте, какой хорошенький. Куда его ещё держать? Сейчас вот прям в чашечку сюда их наватаскиваю. Тут что-то корневая сплелась. Не выдернешь. Охо-хо-хо-хо. Ну, пока хватит. Пойду сажать. Пойду сажать. Постояние делаю сантиметров 15. Вообще, говорят, 25 надо. Но я что-то как-то на 15 остановилась. Кому-то не нравится лук такой. Слишком крупный, лежит не очень. Ну, как говорит хозяин-барин. Каждому свою. Мочка у всех хорошая. Сильная. Три-шесть штук получается в борозде. Тут многое останется у меня ещё его. Осталось немножко мне. Положил дощечку, чтобы удобно было. А то надо будет заходить с одной и с другой стороны. А так я вот ногой наступаю. И мне удобно высаживать. А там Юля с тачкой с курями. Летит на Мерседесе. Мерседес застрял. Застрял Мерседес. Сюда. Стрял. Ну, всё, я закончила, мои хорошие. Чуть-чуть осталось у меня. Осталось только полить. Сейчас полью и на этом... Всё с луком. Вся мокрая, что-то жарко, а ветер холодный. И куда ты её? В клубнику хочешь? Да? Будет ли она нас от клубника? Так-то она вроде живая. Светонос-то все помёрли. Чё зацвечёт? Ну, она нас многоразовая, надеемся. Юль, ты знаешь, что сделаешь? Сначала сделай кружочки возле неё, а потом травку засыпь. Когда будешь поливать, всё будет растекаться у тебя. А я без перчатка. Возьми перчатка. Тогда уж по-хозяйски. А это чё ты сейчас засыпешь, и вода вся будет стекать? Надо им... Кто, я? Хитрый-то, однако. А то я покосила его. Бери тяпочку, а я буду поливать лук. Давай, я лук полью, а ты кружочки. Ну, давай. Так, сделай кружочки пушные. Не так. А ты делай так. Да, вам не сделаешь так. Всё сделаешь. Красный, да и ты? Любой. А как ты отдувачивку насадишь? Ну, чё, опять повыковыривай. На всю территорию не хватило травки. Два ряда вот тут такие вот остались. Хрен убирает цвет, скоро зацветёт. Вон там затишка у меня. Соседки огород обрабатывают. Ну, вот так. А я ещё там копаю в уголку, чтобы досадить лук. Мой командир говорит, сажай всё. Она подела свою клубничку. Жарко. Ну да, солнышко вышло, сразу жарко чувствуется. Надо сажать редиску. Кого? Редиску сажать. Ну, кашпу мешают, я знаю. Надеюсь, у нас потепление будет, и мы тогда посадим. Ещё огурцы надо замочить. Ну, вот тут я борожу, сейчас прокопаю и остатки сюда высажу. Кого, Юль? Чеснок. Какой-то трава. Вон, малине. Молочай. Какая тут малина, тут ей ничего нету. Ну, может, вылезти. Сухари стоят. Надо обрезать. Обрезать надо, да. Чё, не хочешь? Колючие. Перчатки опять. Вот, такие одевай и вперёд. Ой, дома есть, дома. Притащил сюда три вазончика. Ой, сразу заиграл так красками. Сейчас выставлю ещё сюда белые. Вот, чё с луком делать, не знаю. Потерпеть или обрезать его. Он всё равно весь подморозился, повалился. Ну, какие цветоносцы ещё стоят, а какие вот валяются. И вот, чё с ним делать, не знаю, прям. Побудет по чуть-чуть. А сюда выставлю сейчас четыре штуки. Поставлю. Белые. Не знаю, коты дерутся у нас тут. Ну, вот так вот. Я поставила их пока. А там посмотрим. Приготовила. Приготовила уже. Чем накрывать буду? Сегодня плюс один обещают нам ночью. Надо будет укрыть, конечно. Думали, наш кот. Да нет, не наш. А мне кажется, он в спальне спит у меня, Юль. На кровати. Вечереет и холод опять пошёл. Пойду теплицу закрою. А потом уж выйду здесь вот. Закрою всё. И эту сторону. И здесь. Я вот чем балуюсь. С осадки в рот взяла и хожу. Гоняю. Лучок подымается. Потихоньку. Ну, понятно. Корневую ему нарушила. Ну, поболеет денька от ряда. Потом должен подняться. Капусту надо тоже закрыть. Эти занести. И закрывать теплицу. И закрывать теплицу. Закрою теплицу. Сегодня тоже опять. Ну, что тут у нас. Сегодня я не укрывала. Только оставила один колорейфер. Или как там обогреватель. Ну, скажу вам. Не особенно. Только резко тут и жарко. Вот, пожалуйста. 18 градусов. Это радует. Ну, и время уже 8 утра. Сейчас я выключаю его. И спасибо за работу. Молодец. Сегодня вроде бы и заморозка у нас не было. Но я выходила во сколько? В 11. Уже было 1 градус тепла. Нет, пойду я что-то включу все-таки. Обогреватель. И вот так вот. Все нормально. Теперь день начался. Будет хорошо. А это лучок мой. Видите, уже торчит. Уже более-менее стоит. Потихонечку. За недельку примется. Сейчас может и хорошо, что так вот холодно. Не жарко. А то будет вялый стоять. А так вот нормально. Капусту сейчас открою свою. И пойду курям. Куре еще открою. Курям. Там он я немного прокопала. Туда тоже хочу посадить лук. К этому. К этому вон. Который раз. Две бороздки-то. И там еще другой рассажу. Стуру он называется. Он длинненький. Ему места хватит. Тут тоже дорожку прокопала. Тоже. Наверное, здесь посажу астры. Вот тут вот. Плохо, когда открываешь дверь. Вот этот участок ничем не засадишь. Потому что открываешь дверь. Ходишь туда-сюда. Затаптывается. А по эту сторону что-нибудь тоже посажу. Пока тут перегной у меня лежит. Немного погодя наведем порядки. Так. Капусту надо открыть свою. Чего же она тут у меня? С лафанчиком только прикрываю ее. Тепла надо. Тепла. Она что-то какая-то слабенькая. В это время уже хорошая капуста. Тепла нету. Но это она еще какая-то не очень. Ее надо немножко, наверное, присыпать землей. А то она падает. А с другой стороны, да хватит мне ее. Даже лишняя. Так что эксибишен мой на месте. Все. За него я спокойно. Пусть теперь себе приживается. А будем полоть, поливать, удобрять. Болтушка травяная. Она, блин. Да, я там гномик одного поставила. Сейчас вам покажу. Холодно. Она не забродит. Это в жаркую погоду болтушку ставить можно. С травы. Тут тоже кашпот я вчера прикрыла. Надо будет убрать. И здесь. Ну вот сюда поставила одного товарища. Приветствовать будет вас. Тут флокса не стала укрывать. А эти вот кубок укрыла. Ну и питоне свои здесь вот прикрыла. Чем могла. Сейчас открою. Ой. И сразу ветер отсюда потянул. Холодный прям. Холодный. Никакого нет тепла. Это что же такое за жизнь такая у нас пошла. Половина мая. У нас сегодня должны картошку борозой делать. Не знаю. Будет ли сегодня такой день. Такое счастье нам. Все кашпотч умазые. Да что же. Кто делает то дождь, то брякаешь их с земли сюда. Я их хотя мыла. Ну все. Готово. Сейчас еще с той стороны открою. Красота. Страшная сила. И Бакопа. Тоже сидеть на одном месте. Надо мне, наверное, с другим штативом выходить, который не трясет. А с этим все кадры трясутся. Все. Сейчас их пособираю без вас, правда. А сюда поставила бобра. Пока, правда, воды не налила. Горшок этот вот большой. И тут цветов нет. Ну пока так вот. Эти вот светильники. Они светодиодные. Брала их, покупала в фикс прайсе. 240 рублей одна штучка. Может вы заметили, я ночью, когда снимала, они светили. Ну сейчас пока некрасиво, конечно. Когда будет зелено, цветы, они будут хорошо смотреться с этим вот бобром. А пока не очень тут. Не очень. Хвастать нечем. Ну а теперь здрасте. Немножко прошлась. Внутри эмоционально показала. Сидят тихо. Только вот так вот головами трясут мои утята. Три штучки отошло. Мне там пишут комментарии, почему у вас утята без утки. Холодно. Минус пять, минус четыре. Какая может быть утка? Они там замерзнут. Все замерзнут и подохнут. Им надо все-таки выходить, кушать. А так и будут сидеть под ней греться. Поэтому в ящик, только в ящик. У мамы-сиси нету утки. Поэтому они и так вырастают у меня прекрасно. Сами. Бывают периоды, когда с двух уток я соединяюсь. Бывает так. Вы вот две уточки, я под одну сажаю, и она с ними ходит. Ну а так вот, такой холод нет. Пусть дома сидят. Постираю. Тепло пойдет. Мы туда в сарайку, где бройлер у меня. И были. Лампочку повешу. И вот там сидеть. Я тут яйца накрасила вчера. Сегодня же Радоница, родительская, поминащая, большая. Сходим на кладбище. Отнесем. Постоим озер наших усопших. Помянем. Ну, мои там замариновали шашлык. Немножко. Килограмм два с половиной где там мяса у нас. И все-таки достали колбаски. Мы еще брали койка, да? До Пасхи. На Пасху не получилось. На 9 мая не получилось. Ну, теперь на Радоницу, может быть, сегодня и пожарим. А там будем выглядывать. Слушать, вернее. Трафтор должен работать на поле, чтобы картошку нам посадить. Если сегодня разделим, может, вечером посадим. А если нет, то завтра. Пора уже картошку отправлять. Хоть и холодная, но она будет лежать 21 день и ничего не будет. Так что, сейчас мы туда-сюда и пойдем на кладбище. Я заодно занесу ребятам, которые мне помогали зерно получить. Это было тоже давно, месяц. Но я помню, что мне надо их отблагодарить. Вот отнесу чай, пряники. Сейчас пойду еще конфетку куплю. Яички им положу туда, на стол. Пусть поминает. Яйца мои крашены в шелухе. Как-то мы краской не пользуемся. В основном вот натуральный продукт. Яйца, шелуха от лука и вперед. Они какие красивые, темные, как негритята прям получились. Занесла, ребят, конфетки, печенье, чай. Сейчас с Юлей мы едем на кладбище. Кладбище наше вот там рядышком находится. Вот, приехали. Сейчас пойдем, пойдемся по своим. Посмотрим, как они тут.